До 15 июня все налогоплательщики, независимо от того, чем они обладают, будь то недвижимость, земля, транспорт или иная собственность, получат уведомление нового образца. Что это за документ и насколько он облегчит налоговую отчетность граждан, нам разъяснит Ольга Винокурова, начальника дела по работе с налогоплательщиками Управления Федеральной Налоговой Службы России по Республике Коми. Ольга Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на самом деле, что представляет из себя этот документ? Давайте расскажем вашим зрителям. Значит, налоговое уведомление представляет из себя документ, который направляется налогоплательщику при наличии у него объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу и по транспортному налогу. Но в этом году впервые налогоплательщики, если у него несколько объектов налогообложения по разным видам налогов, они получат одно уведомление. То есть все будет в одном документе сведено, да? Это новшество этого года, поскольку в прошлом году у нас сроки уплаты налогов различались. В прошлом году мы начисляли налог земельный и транспортный налог за десятый год. В этом году мы приступаем к начислению налогов за одиннадцатый год. Все налоги у нас исчисляются теперь по истечении налогового периода. Их сроки приходятся примерно на один период времени. Это ноябрь двенадцатого года за одиннадцатый год. И поэтому появляется такая уникальная возможность направить одно налогоуведомление, в котором будут указаны все обязательства налогоплательщика при наличии у него нескольких объектов налогообложения. Если у него появились какие-то новые объекты налогообложения, то они пока в этот документ не войдут, да? Значит, сейчас мы будем исчислять налог за одиннадцатый год. Если появляются в двенадцатом году, то это уже будет учтено при исчислении налога на следующий год. Ну, что нового в этом документе, значит, помимо обычного самого уведомления, где будет приложен платежный документ на уплату, непосредственно само уведомление, где будут видны объекты налогообложения, как он рассчитан, этот налог, то есть ставка налога, срок уплаты налога по каждому виду, впервые в этом году граждане получат, к этому уведомлению будет приложена форма заявления. Эта форма заявления, она предусмотрена для обратной связи с налогоплательщиком, и мы, значит, предполагается, в том случае, если налогоплательщик получит уведомление, он будет с чем-то не согласен в этом уведомлении. То есть там, допустим, какой-то лишний объект. Какие-то неточности, да. Либо будет там объект, который он уже, допустим, давно продал, или которого у него вообще не было. Либо какая-то будет информация неверная в характеристике объекта налогообложения, допустим, в количестве лошадиных сил, допустим, по транспортному средству, если будут какие-то разночтения с налогоплательщиком, на основании его документов, которые он имеет, да. То есть этот налогоплательщик, в случае, если он не согласен, он сможет, значит, вот эту форму заявления заполнить и удобным способом для него отправить в налоговую инспекцию, от которой получено уведомление. Либо это будет бумажный носитель, то есть почтой, если ему это удобно, либо это будет почтовый ящик, который непосредственно в инспекции тоже имеется, либо это в электронном виде через сайт наш налоговый служб. То есть он может через свой личный кабинет на вашем сайте? Да, в этом году, поскольку, значит, у нас Республика Коми, конечно, сейчас пока участвует только в пилотном проекте по запуску личного кабинета налогоплательщиков. В принципе, те налогоплательщики, которые уже подключились к личному кабинету и получили логин, то есть который это ИНН самого налогоплательщика и пароль, который нужно получить в налоговом органе, они могут увидеть... А, на пароле, прошу прощения, это надо прийти и уже на месте только так получить, да? Да, да. Значит, зайдя в этот кабинет, он может уже увидеть, какие объекты там у него имеются, уже, в принципе, там через этот личный кабинет предусмотрена обратная связь, она реализована на сегодня, да. Да, друзья, вот как раз на нашем экране видно сайт налоговой службы, точнее, мы зашли на страничку личный кабинет r11.nalog.ru, сайт налогового управления по Республике Коми, заходите дальше в личный кабинет, и здесь вот, собственно, показано, как инструкция приведена, да? Да, информация, она конфиденциальна, в принципе, можно попробовать, да, зайти, если ввести, допустим, получится или нет. Так, вы пока буду вводить, расскажите о преимуществах пользования личного кабинета. Да, ну, во-первых, в электронном виде можно будет получить уже налоговое уведомление, то есть не дожидаясь по почте этого уведомления, налогоплательщик может через личный кабинет увидеть начисление налога, то есть мы планируем, налоговые органы будут в мае производить начисление по всем налогам, всем гражданам, всем налогоплательщикам, и планируется где-то до 15 июня рассылка уведомлений. То есть можно, не дожидаясь этой даты, если есть вход, доступ в этот личный кабинет, можно будет уже увидеть начисление налога и получить это уведомление, во-первых. Сейчас посмотрим, да, если получится. Так, на процент у нас на какой цифре? Тут почему-то не указано, значит, попробуем. Так. Вот, и, значит, это преимущество, то есть будут экономиться деньги для расставки. Так, где мы неправильно порвали. Попробуем еще раз. Так. Там буквы маленькие, да. Первая маленькая, вторая большая. А вообще люди уже пользуются личным кабинетом? Основная масса тех, кто подключен к личному кабинету, это, конечно, работники налоговых органов. То есть, в принципе, все желающие, нет, все желающие, они могут подключиться. Здесь пока вот видно, вот информация, в принципе, представлена о том, что не получается, да, к сожалению. Ну, вот когда тут, в принципе, представлены, да, форма обратной связи, там будет видна, когда заходим в само уведомление, там будет окошечко, да, я подтверждаю получение уведомлений в электронном виде. Если такое подтверждение будет получено налоговым органам, уже тогда... Они будут знать, что уже получил клиент, да? Да, да. И, значит, тогда уже рассылаться на бумажном носителе оно не будет. Ну, вот, как бы основные моменты, вот как раз то, что мы сейчас хотим сказать, почему мы настолько заранее направляем вот эти, будем направлять эти уведомления, как раз для того, чтобы у нас было время, поскольку, если налогоплательщик не согласен опять-таки, что у него нет такого объекта, допустим, да, то есть нам нужно провести сверку вот того заявления, о чем пишет налогоплательщик с нашей базой. Это громадное количество информации. Да. И, соответственно, если все-таки мы, понятно, что исходя из того, что у нас есть начисляем, да, мы являемся, не являемся собственниками той информации, на основании которой мы начисляем налог, регистрирующие органы нам ее представляют, поэтому мы должны будем в этом случае связаться с регистрирующим органом, и в том случае, если действительно подтвердится информация налогоплательщика о том, что у него в собственности, допустим, такого-то объекта нет, то будет, конечно же, сделан перерасчет налога и... Отправить новый уведомление? Да, да, будет направлен новый уведомление. Давайте напомним по срокам, до какого момента будет направляться? Что касается сроков, значит, сроки направления уведомления до 15 июня мы планируем, постараемся это сделать. То есть до 15 июня все получат или будут отправлены? Да, будет отправлено уже всем до 15 июня. То есть начисление пройдет в мае, до 15 июня граждане получат. Сроки уплаты у нас приходится на ноябрь. Налог на имущество 1 ноября, транспортный налог это 15 ноября, и земельный налог тоже у нас в пределах с 1 по 15 ноября по каждому муниципальному образованию он установлен конкретный срок. То есть у нас вот этот временной период нужен как раз для того, чтобы мы вот с такими налогоплательщиками смогли, так скажем, скорректировать, выверить наши цифры, наши данные, нашу базу и для того, чтобы уже в последующем не допускать таких неточностей при направлении уведомлений. Ну что ж, я надеюсь, что у нас наладится точную оперативную работу и взаимопонимание в электронном документообороте с налогоплательщиками. Спасибо вам большое. Ольга Винокурова, начальника отдела по работе с налогоплательщиками Управления Федеральной Налоговой Службы России по Республике Комер, сказала, как облегчится процесс уплаты некоторых налогов в ближайшее время.